МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. Этот выпуск в 2015 году станет последним. И сегодня мы вместе с вами посмотрим, как же рязанцы готовятся к предстоящим праздникам. Новый год – праздник совершенно особенный. В это время даже нам, взрослым, хочется верить в чудеса и добрых волшебников, что уж говорить о детях. Полностью погрузиться в атмосферу сказки ребята смогли в Рязанском областном театре «Куку». Новогоднему марафону во всех рязанских театрах Дан Старт. Наряженные елки, традиционные хороводы и, конечно же, главные новогодние волшебники, появления которых ждут все дети. Каждый год в Рязанском областном театре «Кукол» маленьким зрителям рассказывают разные волшебные истории. Кто только не побывал на их праздниках – и супергерои, и инопланетяне. Ну а в этом году, по всей видимости, предугадав отсутствие снега, главным героем новогоднего представления сделали снеговика. Большой, красивый, невероятно добрый. Именно ему и его сказочным друзьям предстоит не только развлечь ребят, но и многому их научить. Как говорил Александр Сергеевич, да, сказка – ложь, а в ней намек – доблым молодцем урок. Вот, поэтому урок, конечно, всегда есть. Но главное – то, чтобы мы жили дружно в мире, не ссорились. И главное – если мы будем все вместе и едины, и добрыми по отношению к этому миру, то мы всегда победим. Вот, добро всегда побеждает зло. Режиссером этого спектакля стал Валерий Скиданов, который уже на протяжении 20 лет ставит именно новогоднее представление. Но в этом году оно должно получиться особенно ярким и динамичным. В этом году у нас очень много молодых актеров, и они будут около елки работать и на сцене. Я надеюсь, что они привнесут в нашу елочную компанию некий такой молодежный, энергичный задор. Вот, но это все как бы дети увидят. Мы сегодня открываем такое новогоднюю длинную эстафету, новогодний марафон, я бы так сказал. Но первый блин прошел и не комом. Вот, я считаю, что и в этом году наш спектакль новогодний удался. Как всегда, в новогоднем представлении театра кукол соединились традиции и новаторства. Поэтому в первой его части детей ждали игры, веселые эстафеты и, конечно же, хоровод вокруг елки под традиционную всеми любимую песенку. Здесь же у елки происходит и завязка сюжета, который будет развиваться уже в зрительном зале. Что происходило со снеговиком и как стало возможным появление новогодней радуги, лучше узнать, посетив представление, и подарив своим детям настоящую сказку. Дорогие рязанцы, я бы хотел и вас поздравить с наступающим Новым годом. Дай Бог вам всем здоровья. Здоровье – это прежде всего, потому что все остальное можно либо заработать, либо, я не знаю, выиграть в лотерею или еще как-то по щучьему велению получить сказочным образом. А вот здоровье как-то так вот, ну, надо беречь с молоду. Поэтому я хотел бы пожелать здоровья и мира, мира в нашем обществе и лада в семье, потому что общество начинается с семьи. Если мы уважительны друг к другу, и у нас лад, то добро между всеми, то тогда это добро выливается из семейного круга, расширяется на всех вокруг. Просто улыбайтесь друг другу чаще, дарите друг другу подарки, улыбки, цветы. И тогда все будет замечательно и хорошо. С наступающим Новым годом! Не только дети, но и взрослые накануне Нового года стремятся окунуться в атмосферу волшебства. Ну а каким образом лучше всего это сделать? Конечно, посетив ежегодный Бал Маскарад. Вот уже на протяжении пяти лет школа танцев губернского бала поражает нас невероятно красочными новогодними маскарадами, в которых принять участие может любой желающий. Несколько уроков танцев, красочный маскарадный костюм, и вот ты уже на настоящем волшебном празднике. В этот раз все приглашенные подбирали и продумывали образы очень тщательно, ведь организаторы решили посвятить этот маскарад театру. Гранд Маскарад, весь мир театра – это не просто так. Это шоу, это конкурс. И всех этих Буратин и Джульетт оценивают три столпа мирового театра. Бессмертный Шекспир, Валерий Шацкий и Карабас-Барабас. Слоган маскарада – сыграй свою лучшую роль. То есть участники должны были не просто нарядиться в костюм того или иного персонажа, но и на определенное время стать им. Скажи, бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше видеть тебя, мученька. Скажи, бабушка, а почему у тебя такие большие ушки? Это чтобы лучше слышать тебя, миленькая. А скажи, бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Это чтобы лучше съесть тебя. Короли и королевы, храбрые мушкетеры, отважные рыцари, феи и принцессы – кого только здесь не было. Даже Баба-Яга заглянула на праздник. Сегодняшний декабрь 2015 года выдался таким взрывным, сумбурным, немножко агрессивным и интересным. Мне показалось, что образ Бабы-Яги именно такой – взрывной, сумбурный, немножко агрессивный и безумно интересный. Я выбрала образ феи-сирени. Дело в том, что обычно мне нравятся образы испанские, более горячие, темпераментные. Но захотелось какого-то разнообразия, чего-то более легкого, воздушного. Вспомнились образы спящей красавицы. И вот фея-сирень – такое что-то воздушное, волшебное, несущее добрые чары. Вот захотелось чего-то такого. Меня зовут капитан Питер Блац. Я приехал из Карибского моря посетить город Рязань в новогодний праздник. В маскараде приняли участие более 200 человек. Каждый из них до мелочей продумал свой образ. Представляете, в каком замешательстве были члены жюри? Я, честное слово, как член жюри в полном замешательстве. Чего жюри-то, когда столько красивых, обаятельных, изумительных дам, таких прекрасных нарядах, а какие кавалеры у них изумительные, часть из них в масках, многих костюмах, да такие прекрасные. Я не знаю, хватит ли у организаторов призов для того, чтобы наградить всех. Призов хватило на всех, тем более, что главным подарком для участников стал сам праздник, на котором можно было почувствовать себя ребенком и от души потанцевать. Тем более, что в программу этого балла маскарада включили довольно необычные танцы. Весь мир театр, это будут и, как бы, и в понимании глобус тоже соответствуют, потому что самые разные страны, аргентинская Чикарера, мексиканская Кукарача впервые будут на балах сегодня исполняться. Ну, и испанский вальс, так далее, там, венский вальс. То есть у нас географических названий пальцев на руке не хватит перечислять. И, конечно же, все участники захотели поздравить наших телезрителей. Дорогие друзья, я вам на собственном опыте говорю, должности, которые мы занимаем, не так важны. Можно быть директором театра, но не найти золотой ключик. Я вот желаю вам, чтобы вы нашли в Новом году свой золотой ключик. Подобные мероприятия еще раз доказывают, что каждый из нас в душе остается ребенком, которому хочется праздничного веселья и новогоднего волшебства. Накануне новогодних праздников подарок рязанцам решила сделать коллекционер из Москвы Юлия Александрова. Ее проект «Авторская кукла в новогодней сказке» уже завершил свою работу в нашем городе, но оставил неизгладимые впечатления в душах тех, кто успел его посетить. В преддверии новогодних и рождественских каникул в муниципальном культурном центре прошла выставка «Авторская кукла в новогодней сказке». На ней рязанцы смогли увидеть более 70 чудесных, необыкновенных кукол, созданных известными российскими и зарубежными художниками. Возможность познакомиться с феями, забавными троллями и милыми пупсами рязанцам подарила коллекционер из Москвы Юлия Александрова. Моя подруга Светлана Дубодел, которую вы можете здесь увидеть, это художник замечательный, прекрасный, подарила мне куклу и привела меня на выставку. Ну что я вам хочу сказать? Да, я посмотрела, мне понравилась, замечательная куколка. А дальше что? А дальше, увидев то, что делают другие российские и зарубежные авторы-художники, но меня не оставили равнодушным, мне хотелось пройти снова и снова и что-то уже взять с собой. Принести домой, показать своим детям, показать, поиграть, в конце концов поговорить. Ну вот так пошло коллекционирование. У каждой из этих кукол свой характер, свой неподражаемый образ. Пройти мимо просто не получится. Около каждой необходимо задержаться, чтобы рассмотреть все детали, любовно проработанные автором. Одежду, которая зачастую включает в себя винтажные элементы, невероятно живые глаза, украшения. При этом в голове зачастую рождаются сказочные сюжеты, в которых эти куклы становятся главными персонажами. С помощью этого проекта Юлия Александрова хотела бы рассказать людям, что в куклы можно не только играть, они могут стать полноправными членами вашей семьи, а также украсить интерьер. Дизайн-бюро «Гармония» выполнило интерьеры, которые вы можете видеть здесь. И, соответственно, мы показали, что вот эта авторская кукла шикарно может жить в любом интерьере. Она не просто украсит ваш дом, она принесет тепло и радость в каждый дом. Специально разработанные интерьеры призваны показать, как легко и изящно авторская кукла находит место в современной обстановке, украшая ее и преображая. Она способна вписаться абсолютно в любой интерьер, даже в интерьер космического корабля. Проверено это опытным путем. Одна из куколок Юлии Александровой побывала в космосе. Есть такой знаменитый летчик-космонавт, герой России, Роман Романенко, который, к сожалению, не смог приехать на нашу выставку, поскольку сейчас он еще и государственное лицо, депутат Государственной Думы, поэтому вот не смог нас посетить. И вот вы знаете, я вам хочу сказать, что задумывая этот проект, мы прежде всего хотим рассказать и показать, что в куклы играют не просто дети, не только дети, но играют взрослые люди, серьезные люди, актеры и даже космонавты. Авторская кукла в новогодней сказке – первая персональная выставка коллекционера. Передвижную экспозицию планируется провести по нескольким городам и странам. Старт проекта состоялся именно в Рязани, и это подарок Юлии Александровой городу, в котором она родилась. Воспитанники художественной студии «Калибри» удивляли нас на протяжении всего года, но в канун новогодних праздников они создали совершенно особенные работы. Новогодняя выставка в художественной студии «Калибри» получила весьма необычное название – «Коловорот». Это славянское слово сразу возвращает нас в далекое прошлое к нашим прародителям, задавая тон представленным здесь работам. Это языческие времена, когда человек существовал в окружении абсолютно дикой природы. Он и вода, деревья, солнце над головой, земля, матушка. Нужно уметь было договориться, любить, уважать всё, что вокруг тебя, и тогда сполна ты получишь и урожай, и солнце, и тепло, и так далее. На протяжении всего года на предмете страноведения ребята знакомились с культурой наших прародителей. На этих занятиях они узнали и о шаманах, которые стали героями многих работ, и о гороскопе друидов. У каждого человека есть свой оберег в этом гороскопе. Именно эти обереги деревья изобразили дети с помощью различных природных материалов – орехов, семечек, каштанов. Это задание очень интересно. Мы продолжили серию мозаики. В прошлом году это было абстрактное, просто орнамент. А в этом году мы попытались сделать дерево в виде такого орнаментального изображения. Очень интересно. То есть перевести на другой язык из обычного, потому что первое задание было – они просто рисовали дерево, а второе – нужно было выразить это языком орнамента. То есть то, что сделали с детьми, меня это вообще поразило до глубины души. А еще ребята сделали новогодние игрушки из папье-маше в виде ангелов и человечков в маскарадных костюмах. Перед Новым годом они заберут эти игрушки домой и украсят ими свои новогодние елки. Ну что ж, на этом наш новогодний выпуск подходит к концу. Телекомпания «Город» и наша программа желает всем рязанцам в наступающем году «Здоровья, счастья, любви, удачи». Ну а мы увидимся уже в 2016-м в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова